Восхваляю Аллаха за то, что Он собрал нас в этом месте. И прошу Аллаха Его милостью, Его щедростью, Его великодушием, чтобы так же, как Он собрал нас в этом месте, чтобы Он собрал нас рядом с Его пророком, мир Ему и благословение Аллаха, в райских садах Фердауса. Если кто-то спросит тебя сегодня, если мы спросим этих братьев, для чего вы приехали в мир? Скажите, зачем? Умра? Замечательно, мы приехали на Умру, хорошо. Но если человек увидит тебя на рынке или в ресторане, что он скажет тебе? Он спросит, ты приехал на Умру или на рынок? Даже намаз, ведь намаз ты совершаешь не в гостинице. Помни, что здесь тебе дана большая возможность. И это самая выгодная торговля в твоей жизни. Торговля с Аллахом, великим Исламом. Вот, перед вами заповедная мечеть. Любая молитва, которую ты совершишь в ней, обязательно или желательно, или джаназа, засчитывается как 100 тысяч молитв. Это значит, каждый раз, как ты приходишь в мечеть, совершай молитву. По два раката, по два раката, один за одним, вот так. Или совершаем семикратный обход, потом читаем два раката. Что касается рынков и кафе? Да, счет, счет. Потому что этот шанс, который больше не предоставится. Клянусь Аллахом, это может уже не повториться. И также люди сейчас смотрят на вас. Вот вы сейчас приехали. Каждый смотрит на вас, что вы делаете, что вы показываете в своих инстаграмах и в других группах. Они смотрят. Вот у вас наверняка есть друзья, не мусульмане. Ведь по-любому есть такие, верно? Скажи, все, что ты слышишь об исламе, ты это до них доводишь? Как ты делаешь это? Например, вот он идет сегодня на пятничный намаз и снимает на видео джума-намаз. Естественно, до его начала, не во время молитвы. Снимает стройные, сомкнутые ряды мусульман, собрания мусульман, обход вокруг кабы. И саму кабу снимает и говорит, по милости Аллаха, аль-хамду лилля, я здесь, тут так хорошо. Знаете, есть некоторые вещи, которые для нас тут считаются обычными. Но там для них они видятся как что-то очень важное. Вид кабы. То, как люди совершают обход, азан, намаз, чтение Корана, стройные ряды, и то, что женщины стоят отдельно от мужчин. Все эти вещи производят на них впечатление. Но если кто-то начинает выкладывать, например, фотки с едой, запеченная курица, или будет снимать гостиницу, тогда люди скажут, да, он приехал покушать, он не ради Мекки приехал, он там не поклонением занимается. Вот все эти люди, ты, 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 и даже эти дети, все они являются призывающими. Хотят они того или нет? Да, мы сегодня с ними, кстати, уже разговаривали. Дети здесь, в Саудии, смотрят на Амина. Что делает Амин? Читает ли он Коран? Или играет в футбол? Или что он делает? Они смотрят на этого мусульманина из России. Что он делает? Мы можем здесь небольшими усилиями достичь огромной награды, подобной Гарам. Возможно, за небольшое слово, которому ты и значения не придашь, Аллах возвысит тебя. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, не относись с пренебрежением ни к какому доброму делу. Не говори, что это, мол, ерунда, ничего не значит. Особенно вот в это время сейчас. Вы знаете, что неверующие празднуют Новый год? Пустая трата времени, пустая трата имущества, утрата для женщин, утрата для мужчины, встреча Нового года. Встречают Новый год бессонницей, утратой, убытками. А ты, по милости Аллаха, здесь, в Мекке, читаешь намаз. Даже когда ты просто сидишь в мечети, это уже молитва. Когда ты просто сидишь в ожидании намаза, сидишь от намаза до намаза, вот, например, наш Амин сядет после Магриба и будет сидеть в ожидании ночного намаза. Он уже находится в молитве. Однажды я встретился со священником, хвала Аллаху, он принял ислам, он рассказывал, я родился среди мусульман, вырос среди мусульман и учился среди мусульман. Начальную школу, среднюю школу, старшую школу. И закончил с ними институт. Вместе с ними играл в футбол. Вместе с ними кушал в кафе. Но, клянусь Аллахом, за все это время ни один из них ни разу не сказал мне про ислам ни одного слова. Вот представьте, слово даже не сказали, а на еду приглашали и на футбол звали. Вот представьте, если тут яма будет, и вот представим, Аминь идет на нее и не замечает ее. Вот-вот он свалится в эту яму, что мы будем делать? Остановим или оставим в покое его? А может кто-то скажет, пусть падает, подумаешь одним меньше в группе, избавимся от него. Мы единая община. Ислам это единая община. И мы, клянусь Аллахом, и даже для неверующих тоже желаем блага, желаем, чтобы они вошли в ислам. Вот ты узнал про ислам, это истина, так призывай к нему. И ты объясни этому неверующему, что у тебя хорошее намерение, что ты желаешь спасти его от адского пламени. Вот представим, этот уважаемый брат нашел хорошее кафе. Что он сделает? Он придет, скажет нам, я такое хорошее кафе нашел. Так что сказать тогда про ислам? Возможно, ты увидишь, как эти твои друзья, все, кто тебя знает, твои соседи, родственники, в день суда, возможно, они будут жаловаться на тебя Аллаху. Они скажут, вот это наш сосед был мусульманином, знал об исламе, но нас не научил. Поэтому давайте начнем прямо сейчас. Изменим статусы у себя в Телеграме, в Ватсапе. И давайте начнем менять свое положение в мечети. Как только заходим, начинаем читать намаз или делать обход. Если хочешь читать Коран, то читай Коран в намазе. Устал делать обход? Читай намаз. Устал от намаза? Делай обход. Устал читать стоя? Читай сидя. Это дозволено. Главное, чтобы твое время не проходило просто так, бесполезно. Просим Аллаха для нас и для вас сопутствия и наставления от Аллаха, мира и благословения нашему пророку. Газаком. Аллах хэр.